Всем привет, меня зовут Илья, и в этом видео мы сегодня с вами будем играть синкопы, учиться их играть. Трудно себе представить современного бас-гитариста-музыканта, который не понимал бы, что это такое, не умел их играть, не знал, где они возникают и как это можно использовать. Поэтому сегодня мы как раз-таки этим займемся, разберемся в этом всем. Также я предложу ряд, на мой взгляд, эффективных упражнений, покажу в этом видео, которые помогут вам освоить синкопы и помогут вам развивать в себе синкопированную ритмику. Вот такие вот дела, начинаем. Субтитры делал DimaTorzok Существует общепринятое определение, которое гласит, что синкопа это акцент на слабой доле. Давайте же разбираться. Можно выделить два случая, когда возникает синкопа. Первый случай, это когда играемая вами нота извлекается не на одной из основных долей, а между ними. И второй случай, когда вы акцентируете ноту на слабой доле. Как можно использовать синкопы и для чего они нужны, в чем смысл? Можно попробовать разобраться. Первый смысл синкопы можно использовать для того, чтобы оттягивать доли, особенно сильные, смещая их немного влево. Второй смысл синкопы можно использовать для того, чтобы создавать напряжение и кульминацию в песне. Третий смысл синкопа может служить для того, чтобы подчеркнуть какой-то момент в мелодии, подчеркнуть какой-то момент в песне, в рифе и так далее. И четвертый смысл синкопа можно использовать для того, чтобы смягчить партию, смягчить мелодию. Когда мы маскируем сильные доли этой синкопы, играя немножко влево, играя синкопу до сильной доли, тем самым мы смещаем акценты сильных долей и маскируя. И ни одного интересного словечка. Итак, для того, чтобы освоить синкопы, необходимо научиться чувствовать ритмическую пульсацию песни, даже если эта пульсация не проигрывается. Например, нет барабанов или нет метронома, а пульсация у вас внутри находится, внутренний пульс музыкальный. Это достигается, естественно, конечно же, опытом и практикой, но существуют и упражнения определенные, которые помогут вам продвинуться в плане чувства синкоп, в плане чувства долей и вообще развить себе более ритмичную игру. Вот сегодня мы как раз такие упражнения и рассмотрим. Я вам покажу, собственно, я распечатал как раз варианты, чтобы особо не тупить мне, чтобы все было по существу. Значит, разберем, рассмотрим сейчас в данную секунду синкопу перед сильной первой долей, синкопу перед второй долей, синкопу перед третьей долей, синкопу перед четвертой долей и составные фигуры посмотрим, когда мы комбинируем эти варианты синкоп. Собственно, такие упражнения. Есть определенный ритмический рисунок, который состоит из двух тактов, то есть такие двухтактовые фигуры. И это просто ритмический рисунок, мы можем любые ноты накладывать сюда, какие хотим, но смысл в том, чтобы сыграть эти синкопы, которые у нас выделены здесь. Значит, мы возьмем первый вариант, первый пример, это синкопа перед сильной долей. Значит, я буду использовать всего две ноты, это октава, восьмая и первая. Несмотря на то, что здесь соль и соль, это разные совершенно ноты, они к друг другу не относятся никак. Значит, это совершенно разные вселенные. Значит, две ноты берем, соль, соль, и я буду выделять синкопу на нижнюю соль. Вот смотрите, первый рисунок. Включаем метроном. Вот таким вот образом. Здесь мы видим синкопу перед первой долей. Опять же, я использовал всего вот эти две ноты. Вы можете использовать какие угодно свои ноты, даже пробовать составлять свои какие-то рифы, составлять свои партии на основе вот этих фигур. Синкопа перед второй долей. Синкопа перед третьей долей. Синкопа перед четвертой долей. Синкопа перед четвертой долей. Раз, два, три, четыре. С использованием шестнадцатых нот. Три, четыре. Три, четыре. Синкопа перед третьей. Итак, дорогие друзья, мы с вами только что сыграли 6 примеров двухтактовых синкопированных аритмических фигур. Я рекомендую их играть, пока вы не почувствуете, что овладели ими, пока вы не почувствуете себя уверенно внутри. Это можно сделать с метрономом, если вы новичок, и можно также, более сложный вариант, это без метронома, топая на сильную долю ногой. Это поможет в развитии внутренней пульсации. После того, как вы овладели этими фигурами ритмическими, почувствовали себя уверенно, можно пробовать составлять и свои басовые линии, свои риффы, даже мелодии и соло. Импровизации можно пробовать, подставляя разные ноты, арпеджио, трезвучие, какие-то гаммы, подставляя под эти ритмические рисунки. Пробовать даже составлять мелодии какие-то. И это довольно интересный опыт, вы можете удивиться от результата, это действительно прикольно. То есть можно пробовать самому на основе этих ритмических рисунков делать свои партии. Опять же, мы рассмотрели самые основные синкопы, базовые, которые чаще всего встречаются в песнях. В 95% где есть синкопы, есть такие варианты. То есть это перед первой долей, перед второй, перед третьей, перед четвертой. И, соответственно, всякие составные фигуры, разные комбинации этих синкопов тоже в риффах встречаются довольно часто. Вот это мы, так сказать, как под микроскопом рассмотрели, поиграли. И я думаю, что вам стало более это все понятно. Я надеюсь на это. В общем, будем завершать. К этому видео также будет нотное приложение на моем бусте. Там будет больше вариантов упражнений. Я показал только по одному примеру. Там будет по три, по четыре примера каждому типу синкоп. Плюс все риффы, которые здесь в этом видео были. То есть более полное нотное приложение, опять же, будет на бусте моем. Я не могу, опять же, все показать, потому что это будет видео на полчаса. Это будет очень долго, очень душно. Поэтому основная часть упражнений будет на бусте. В общем, проходите, подписывайтесь, это очень важно для канала. Особое спасибо подписчикам на бусте, хочу сказать, потому что без вас бы точно канала уже не было, так как монетизации нет больше. Вот. В общем, такое сегодня было видео. Я думаю, что оно все-таки было полезно большинству. Даже если вы не новичок, все равно освежить память, поиграть, потренироваться с ритмом. Особенно это очень важно для басиста. Действительно полезно в работе и в игре. В общем, спасибо за просмотр. Всем любовь, доброта. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok